Салют! Давайте сразу. Перед вами Xiaomi 15 Pro с официальной глобальной HyperOS 3, а точнее 3.0.4. Сегодня мы с вами очень внимательно на нее посмотрим, но для начала я сгорю. Вообще первыми устройствами на глобальном рынке, получившими HyperOS 3, были Xiaomi Band 10 и Xiaomi Watch S4 на 41 мм. Но там далеко не Android, а вот именно на смартфоны с Android HyperOS 3 долетела только сегодня. Причем нам сегодня пришлось перебрать пару десятков таймингов, чтобы накатить ее подменой на наше устройство. И вот поэтому гореть я буду с авторов некоторых телеграм-каналов и новостных ресурсов. Ребят, вам самим не стрёмно? Я уже целый месяц читаю какие-то скам-новости о выходе каких-то мифических сборок, смотрю скриншоты спортированных кастомов и вижу какие-то не очень здоровые фантазии. А затем я захожу в комментарии этих ресурсов и вижу там людей, которые в панике после того, как начитались мусора, который вы постите, ищут где же им установить официальную HyperOS 3 на их Poco X5. И я знаю, что адекватные зрители нашего канала уже хотят обзор. Но дайте мне еще пару слов и я сделаю для вас небольшой клевый анонс. Мы собрали официальные списки устройств и график релиза. И они прямо сейчас, абсолютно бесплатно, без какой-то рекламы, доступны у нас на сайте и в приложении. Ссылка в описании. Учтите только, что сама компания указывает только очень относительные сроки начала рассылки для одного из регионов. И она вам ничего не обещает. Но ориентироваться примерно можно. А еще мы написали целую систему, которая уведомляет пользователя о том, что на сервере появилось стабильное обновление под его устройство. Позволяет вам обновиться, даже если системный компонент обновления говорит о том, что обновление еще недоступно. Мы прямо сейчас заканчиваем тестирование этой фичей и в течение недели планируем релизнуть ее для всех наших пользователей. И я напомню, абсолютно бесплатно и без рекламы. Ссылка в описании. Перейдем к HyperOS. Ну и если быть совсем честным, тут чудес никаких не произошло и все крайне печально. Но давайте начнем с хорошего. Во-первых, нам завезли Hyper Island. Это такая копипаста с островка iOS. Она умеет отображать таймеры, несколько системных приложений и, конечно же, музыку. Но нам ведь так ее не хватало. Она у нас есть всего лишь в панели уведомлений, в контрол-центре, на виджетах, в приложении музыки. Нам очень надо, чтобы у нас еще был островок с музыкой. Работает абсолютно со всеми музыкальными приложениями, которые мы пробовали. Даже с TikTok и голосовыми в Telegram. Полезная ли функция? Ну, как по мне, не особо. Но я видел, что многие пользователи очень ее ждут и хотят увидеть. Но если верить официальному сайту, появится она только на отобранных устройствах. Поэтому мы можем ожидать пожар у пользователей Redmi Poco, потому что подозреваю, что появится она очень далеко не везде. Следующим заметным изменением стали иконки. Ну, как изменениями. Мы с вами могли наблюдать очень похожий Icon Pack у пользователей на iOS последние несколько лет. И по неизвестной мне причине новые иконки даже не поддерживают анимацию выхода из приложения. Я очень надеюсь, что это временно. Сяу возьмется за голову, все допилят. Но в любом случае, спасибо разработчикам. Они оставили нам возможность вернуться на стандартные классические иконки. И там все работает как надо. Новая, крутая, расширенная взаимосвязь не появилась. Во всяком случае, отличий от прошлых версий я не нашел. Единственное, благодаря новым версиям АПК вы можете теперь с глобальных устройств подключаться к китайскому приложению взаимосвязи, которое от Xiaomi на АПК. Правда, чтобы его установить, вам придется поменять язык системы на китайский. Это я про Windows, если что. И немного потанцевать с бубнами. При этом ПК почему-то не отображается в смарт-хабе, но отображается в меню взаимосвязи из списка приложений. Полезная ли фича? Ну, нет. У нас есть связь с Windows, и она, по-моему, работает как надо. На новых устройствах даже приложения можно транслировать. Но в любом случае, ждем доработок и исправлений. На рабочем столе появилась возможность включить иконку поиска. Ищется много всего. От установленных приложений до смс-ок. Все там подробно настраивается, и в целом прикольная фича, мне кажется, своего пользователя она найдет. Ну как прикольная фича. Раньше она была доступна по свайпу сверху, теперь нам дали отдельную кнопку. Год работы как-никак. Помимо этого, для пользователей Xiaomi появилась возможность блокировать экран двойным тапом по пустому месту на рабочем столе. На Poco это уже было давненько, но, кстати, на Xiaomi вы это можете поставить прямо сегодня, на HyperOS 2, через наше приложение, обновив системный лаунчер до последней версии. AI-функционал не особо расширился. Ну, во всяком случае, для аккаунтов из РФ. А мы вот опытным путем выяснили, что на иностранных аккаунтах уже давненько доступна генерация AI-обоев. Оказывается, да? Достаточно выйти из своего аккаунта, очистить данные приложения темы, и после перезагрузки у вас появится новый пункт в разделе персонализации. Правда, ненадолго он там задержится, и как только вы снова зайдете в свой аккаунт, он через время оттуда пропадет. Ждем доработки и исправлений. Но тут на самом деле я подозреваю, что вина далеко не на Сяо, и все дело в санкциях со стороны Google и Gemini, которые вроде как за эту функцию на глобальном рынке отвечают. Киллер фича, над которой трудились год, и то, чего я ждал больше всего. И это я не про несколько новых обоев и разноцветные иконки в панели управления, если что. До сих пор помню, как мы с вами на трансляции и презентации увидели, как один Xiaomi касается другого, и происходит магия Xiaomi Share. Ну, круто же передавать фотки, контакты, файлы, просто касаниями. Но разработчики решили, что не очень круто, и функция The Global, во всяком случае, в этой прошивке так и не доехала. Но меня очень радует упоминание этого функционала на официальном глобальном сайте, поэтому что? Правильно, в очередной раз за этот обзор мы с вами ждем исправлений и доработки. Дизайн облочки особо не поменялся. Нам добавили разноцветных иконок в панели управления, накидали имитации стекла, тут и там. Я, кстати, обнаружил целых три места, где оно есть, и везде разное. Имитации стекла, потому что это не продвинутый шейдер, как у Apple, который там имитирует искажения, преломнения света и все остальное. А просто PNG-кнопочка с фоновым размытием. Ну и если вы, как и я, любите темную тему, то стекло там выглядит совсем не особо. Поэтому либо нам с вами переходить на светлую, либо мириться, пока все не поправят. Глядишь, через полгодика сделают нормальные шейдеры и раскатают по всей системе. Вся вот так умеет, они обычно выпускают оболочку, а потом полгода ее допиливают. Но я надеюсь, что как минимум дадут возможность это отключать, потому что как по мне раньше было лучше. В целом, видно, что оболочку доработали по мелочам тут и там, поправили дизайн, какие-то мелкие косяки. Добавили нам несколько минушек, например, меню выбора пресета кастомизации для обоев и рабочего стола и часов. Еще разработчики наконец-то выполнили мою просьбу. Я пару лет назад писал вам огромный список того, чего я хочу видеть в HyperOS. И поменяли иконку разблокировки сторонних приложений по отпечатку пальцев. Теперь там такое же колечко, как у нас на локскрине. И на этом все. Нам, правда, завезли очень знакомую анимацию разблокировки по лицу. Где-то я ее явно уже видел. И, к сожалению, в этом году все китайские бренды уехали куда-то в сторону Купертино. Одни делают соединения с Apple Watch и AirPods, что, кстати, по-моему, полезно. А другие делают взаимосвязь с MacBook'ами и iPad'ами, что полезно, но не в наших кругах. И я подозреваю, что огромный отдел маркетинга где-то в Китае провел кучу опросов, собрал данные, подвел статистику и понял, что много пользователей реально пользуются и iPhone'ами и Android'ами. И чтобы им было комфортней, и чтобы они выбирали сяо, они реализовали функции взаимосвязи между двумя платформами. Популярно ли это на Global? Ну, что-то я не сильно в этом уверен. Но если вдруг среди вас найдутся люди, которым это интересно, мы даже снимем отдельный ролик про взаимосвязь с MacBook'ами, iPhone'ами и iPad'ами. Но там все ограничилось трансляцией приложений, экрана, и то там приложений буквально две штуки, WeChat и еще пару каких-то китайских мессенджеров. И я не знаю, как это все комментировать, я очень люблю компанию, надеюсь, что они нам в будущем много всего классного покажут. Но кажется мне, что прокомментировать нужно вам, и вы сделаете это намного лучше. Можете сделать это в комментариях под этим роликом, а можете лучше у нас в Telegram-чате. И я напомню, что мы очень тщательно фильтруем все, чем мы с вами делимся, проверяем всю информацию, все новости. Поэтому, если вы не хотите читать всякий скам, а потом бегать по интернетам, искать, как вам установить HyperOS 26 или какие-то мифические сборки, то вам к нам, мы публикуем только проверенную информацию и правды. Мы там и подскажем, и покажем, и расскажем. А еще у нас прямо сейчас и в Telegram, и в приложении доступна львиная доля обновлений с HyperOS 3, которые мы проверили, и вы можете их смело ставить на HyperOS 2 и активировать новый функционал. Короче, я уверен, вы и сами разберете ссылка, если что, есть в описании. Благодаря замечательному графику релиза в Сяо снимаем и монтируем это все ночью. Все ради вас. Спасибо большое моей команде, которая меня не бросила в этой ситуации. Ну и отличного вам дня и удачи!